Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю потрясающий, очень сочный, хрустящий, вкусный салат. Обязательно его приготовьте, это один из моих любимых салатов. Его можно съесть сколько угодно. Сначала я займусь мясом. Я здесь налила воды, ну где-то литра полтора нужно будет. В кастрюле я воду ставлю на плиту, и мне нужно, чтобы вода закипела. У меня мясо говядина, 340 грамм. Можно брать курицу, свинину. Берите то мясо, которое любите. Говядину дольше всего я буду варить. Мясо всегда должно быть вкусным, ароматным. Добавлю сюда один лавровый лист. Специи я пока отложу отдельно. Сначала я опущу мясо в кипяток, так оно останется более сочным. И обязательно после закипания делаем огонь побольше и снимаем потом всю пенку. А потом огонь уменьшим. У меня очень мелкий перец черный горошком, берите штуки 4. Перца душистого горошком 2 штуки. 1 чайную ложку соли. Все приправы добавляйте по своему вкусу. У меня приправа для мяса. Ее я возьму 1 чайную ложку, каких здесь только специй внутри нету. И тмин, и кориандр вижу, и сладкий перец, паприка. И 1 зубчик чеснока. Можно просто очистить одну маленькую луковицу. Когда нам нужно приготовить бульон для супа, чтобы он был очень вкусный такой, то мы мясо закладываем в холодную воду. А если нам нужно сделать, чтобы мясо внутри осталось сочным, вкусным, ну мясо для салата, когда отвариваем, всегда закладывайте в кипящую воду. Может быть кому-то эта информация будет полезна. Обязательно сохраните себе этот рецепт. Ссылкой на видео поделитесь со своими друзьями в любые соцсети. Я вам буду за это очень благодарна. Вода закипела. Я сейчас в кастрюлю кладу мясо. На большом огне даю этой воде закипеть. Снимаю всю пенку. После того, как снимаем накипь, отправляем туда специи, соль. Говядина у меня сварилась, и я ей дала остыть в этом же бульоне. Так мясо и будет еще сочнее. Немножко здесь еще специи остались. Сейчас я их счищу с куска мяса. Я очень люблю салаты нарезать тонкой соломкой. Вот мясо я тоже в салат нарежу тонкой длинной соломкой. Если вы любите кубиком, нарезайте кубиком. Вот так подготовила все мясо. Этот салат я буду готовить в отдельном таком большом салатнике. Там все потом перемешаю. Перекладываю мясо. В чистую сухую сковороду я налью растительное масло без запаха. У меня подсолнечное масло, его я возьму 2 столовые ложки. Чеснок можно выдавить через пресс или натереть его на мелкой терке. Натираю сюда 1 зубчик чеснока. Сковороду я сейчас уберу на плиту, пусть чеснок немножко обжарится. А сама тем временем займусь перцем. Берите любого цвета перец, сладкий. Красиво, когда все овощи идут на контрасте. Можно взять оранжевый, красный, желтый, зеленый перец, какой хотите. Перец моем, вырезаем семянную коробочку и избавляемся от всех семян. У меня один средний перец. Перец я тоже нарежу тонкой длинной соломкой. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же первыми узнавать о том, что на канале вышло новое видео. Ничего не пропускать. Получилась вот такая тонкая соломка. Обжаривается чеснок, масло станет очень ароматным. Выкладываю к чесноку сладкий перец. И вот так вот дам этому перцу полежать в масле буквально пару минут. Постоянно буду помешивать, так чтобы перец просто стал мягким. Не надо его здесь золотить, чтобы он там жарился. Доводим перец до мягкости. Если вы какой-то продукт не любите, то и не добавляйте его. Или замените на свой любимый. Именно так и рождаются вкусные новые рецепты салатов. Я взяла одну среднюю репчатую луковицу. Лук я нарежу тонкой длинной соломкой. Прошло 2 минуты. Перец вместе с маслом и с тем чесноком я отправляю в глубокий салатник. Лук я буду мариновать, но не просто залью его кипятком или холодной водой с добавлением уксуса, сахара, соли. А именно так, как вкусно маринуют лук повара. Берем любой ковш, кастрюлю, все, что у вас есть под рукой. Лук перекладываю в ковш. Уксус я использую столовый 9% у меня его 1 чайная ложка. Можно взять яблочный 6%, 1 щепотку соли, 2 горошина перца душистого горошком. Перец черным горошком у меня очень мелкий, добавьте 2-3 штучки. И наливаю сюда где-то 125 мл полстакана холодной воды. Да, еще пол чайной ложки сахара. Все сейчас хорошенечко перемешаю, отправлю ковш на плиту, только не буду давать всей этой жидкости закипеть, где-то градусов до 80. Прогреваем и все. Как раз соль, сахар растворятся, а лук останется хрустящий, он не будет такой проваренный, расползаться весь. Очень вкусный лук, рекомендую, приготовьте так. Сюда еще добавляю 1 лавровый лист. Все отправляю прогреваться на плиту. Жидкости я не дала закипеть. Все перемешиваю. И луку я вот так дам полежать, остыть в этом маринаде. Один большой томат берите такой поспелее, мясистый. Вот они самые вкусные, эти томаты. Томат я тоже нарежу такой длинной, тонкой соломкой. Никакую жидкость из него особо сливать не буду, ее здесь как-то и немного. Но если томат очень сильно течет, очень такой влажный, Весь сок лучше всего слить, чтобы потом весь этот салат там не хлюпал, не плюхал и не был таким текущим. Один большой огурец. Огурец я нарезаю тонкими кружочками. Составляю башенкой и нарезаю вот так по диагонали. Получается тоже длинная, тонкая соломка. Никакими терками я не пользуюсь, чтобы огурец весь не превратился в кашу. Отправляю сюда же и огурец. И добавляю 2 столовые ложки лимонного сока. У меня много салата, поэтому 2 столовые ложки. Из лука я теперь достаю все приправы, лавровый лист, все эти перцы, они нам не нужны. И вот лук хорошо бы отжать руками, чтобы здесь поменьше оставалось всего этого маринада. Лук отжимаем, все это очень быстро делается, готовится. Все нам остается только перемешать. Никаких майонезов, сыров здесь нету. Это очень простой, вкусный салат из доступных продуктов, правда из сезонных, когда они стоят недорого. Но говядину обязательно добавляйте. Вообще говядина мясо полезное и салат с ним отменный. Я люблю этот салат приготовить и сразу подавать к столу. И на следующий день после холодильника его тоже можно есть. Но мне там салатики, мясо, где говядина, больше всего нравится только-только приготовленными. До того, как они еще постояли в холодильнике. Попробуйте салат на соль, не хватает, досолите. Добавлю сюда еще одну щепотку черного молотого перца. Салат легкий, его хоть днем, хоть ночью ешь. Он очень хрустящий, сочный, вкусный. Овощи не дают очень много сока, он не течет, этот салат. Сверху можно присыпать либо белым, или черным кунжутом. Готовьте на здоровье. Домашняя еда самая вкусная и готовится навсегда с любовью. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока.